Лучшие злодеи из фильмов ужасов – это не просто монстры. Они напоминают о вашей смертности, играют на ваших худших страхах и заставляют сомневаться в том, что вам дорого. Именно это создает ужасающего злодея, и здесь собраны самые пугающие из всех. Майкл Майерс впервые поразил сонный город Хэддонфилд в 1978 году в фильме Хэллоуин, и четыре десятилетия спустя он все еще в деле. За все эти годы было снято несколько перезагрузок и редконов с его участием, но, несмотря на все это, герой остается почти тем же. На нем все еще надет серый комбинезон, маска Уильяма Шэтнера, и он все еще замотивирован двигаться вперед, несмотря ни на что. В оригинальном Хэллоуине Майерса называли просто призраком, потому что он не человек. Он монстр с ножом мясника и глазами дьявола. Как супер-хищник он рыщет по пригородным районам, всегда в поиске следующей жертвы. И что делает его действительно страшным – это то, что безумие не имеет смысла, по крайней мере, в оригинальном фильме. Майкл убивает людей, потому что это то, чем он занимается, и в этом нет никакой логики – он олицетворение произвольного насилия. Что еще хуже, как ни старайся этого парня не остановить. Что бы ты ни делал, он встанет и продолжит идти. Все, что ты можешь сделать – это бежать, и надеяться, что человек в маске тебя не поймает. Кино просто кишит злыми инопланетянами, но когда дело доходит до внушения чистого, первобытного ужаса, вы не найдете более жуткого, чем Ксеноморф. Ксеноморф, созданный Хансом Руди Гигером, впервые появился в фильме 1979 года Чужой и с тех пор стал известен как один из самых знаковых злодеев научной фантастики. Первая форма Ксеноморфа – это паразитический лицехват, который вживляет Честбастера в тело своей жертвы. Затем Честбастер ведет себя именно так, как вы ожидаете – быстро превращается в идеальную машину для убийств, которая является полностью выросшей Ксеноморф. От пугающей фаллической головы до рычащей и капающей пасти, существо выглядит как оживающий репродуктивный орган, который лишь хочет превратить вас в инкубатор для новых Ксеноморфов. Безусловно, наихудшее в Ксеноморфе – это не то, что он убийца, это Осквернитель. Настоящее чудовище, которое совершает с телами своих жертв самые невероятные вещи. Это существо создано, чтобы попасть вам под кожу, потому что это – последний рубеж вашей защиты. – Я не могу тебе спешить о твоих возможностях, но... ...вы у меня есть симпатия. Сражаться с жутким монстром никогда не весело, но с напарником всегда легче. Но что, если вы не можете доверять своим друзьям, потому что один из них может стать этим монстром в любой момент? Добро пожаловать в мир, нечто! В этом классическом фильме ужасов 1982 года, снятом режиссёром Джоном Карпентером, группа ученых-полярников сражается с противным оборотнем, который способен выдавать себя за кого угодно. Вот что делает этого инопланетянина таким пугающим, когда нечто на свободе вы не сможете доверять даже своим собственным ощущениям. Конечно, этот парень, стоящий рядом с вами, может выглядеть и разговаривать как человек, которого вы знаете много лет, но он также может откусить вам голову, как только вы повернетесь к нему спиной. Вот тогда и начинается паранойя. Внезапно друзья начинают нападать на друзей, в то время как настоящий монстр убивает всех одного за другим. Это добавляет совершенно новый уровень страха в и без того ужасающую ситуацию и делает нечто одним из самых уникальных и ужасных злодеев в истории кино. Самая страшная вещь в мире – это потеря контроля, и, если подумать, это именно то, что с вами происходит, когда вы ложитесь спать. Забравшись в постель, вы попадаете в бессознательное состояние, где у большинства людей мозг ведет себя совершенно безумно. Если вы попали в ловушку кошмара, по крайней мере, можете радоваться, что проснетесь целым и невредимым, если вы, конечно, не разделите свой сон с Фредди Крюгером. Злодей в свитере из франшизы Кошмар на улице Вязов насмехается над своими жертвами, прежде чем добить их, обычно ужасно изобретательными способами. Конечно, есть много слэшеров с немного радикальными склонностями, но то, что отличает Фредди от остальных, так это то, что он вторгается в ваш разум и полностью захватывает его. Фредди главным образом – бог кошмаров. Законы физики неприменимы в мире снов, поэтому Фредди может создать любой сценарий, какой пожелает. Теоретически, ваша спальня должна быть самым безопасным местом в вашем доме, и когда вы закрываете глаза на ночь, вы ожидаете, что утром снова проснетесь. Но когда Фредди Крюгер прячется в тени вашего подсознания, нет никакой гарантии, что вы доживете до восхода солнца. Хуже всего то, что от него никуда не деться. В конце концов, вы же не можете бороться со сном вечно. В Молчании ягнят рассказывается об одном из величайших серийных убийц в истории кинематографа. И пусть Ганнибал Лектор – злодей на века, на самом деле он не основной злодей фильма. Он даже не самый страшный – в конце концов, в нем есть что-то очаровательное. Вы можете презирать его за его поступки, но вы также не можете не восхищаться им, потому что он остроумный, благородный, и, благодаря Энтони Хопкинсу, на него еще и приятно смотреть. – Сенсор-тагер пытался проверить меня. Я съел его лево с фава-бинами и красивой кианте. Джейм Гамп, однако, не похож на Лектора. Гамп, которого играет Тед Левин – настоящий монстр, использующий свою ужасающую животную изворотливость, когда дело касается его охоты на женщин. Возможно, он настолько жуткий из-за своей реалистичности? На самом деле Гамп, вероятно, представляет собой смесь трех реально существовавших убийц – Теда Банди, Эда Гина и Гэри Хейдника. Поэтому всякий раз, когда Буффало Билл появляется на экране, по вашей коже пробегают мурашки. Время от времени в его голове возникают вспышки сочувствия, но в большинстве случаев он видит своих жертв не более чем мешками с мясом, созданными для удовлетворения его омерзительных потребностей. И, пускай довольно жутко представлять себя во власти Фредди Крюгера или Ксеноморфа, плен Гамбо в разы хуже, потому что однажды вы действительно рискуете там оказаться. Кто убил Лору Палмер? Хорошо это или плохо, но поклонники Twin Peaks получили свой ответ во втором сезоне культового телесериала, когда выяснилось, что Королева Бала была убита своим собственным отцом, Лиландом Палмером. Как узнал спецагент Дейл Купер, Лиланд не виноват в смерти своей дочери – настоящим злодеем был Боб, демон из Черного Вигвама, которым Лиланд был одержим несколько десятилетий назад. И эта динамика раскрывается в фильме Twin Peaks – Сквозь огонь, который рассказывает о последних днях Лоры Палмер. В этом фильме Лиланд зловеще одержим своей дочерью, свободно использует в отношении нее психологические манипуляции. В моменты, когда он оставляет дочь в покое, он занимается убийствами работниц секс-индустрии. Ребенок должен чувствовать себя в безопасности в собственном доме, а родители должны заботиться о своих детях. Но бедная Лора не может доверять даже собственному отцу – мужчине, который наблюдает за ней с вожделением, который успокаивает ее мать, чтобы она не слышала криков Лоры, и который, несмотря на одержимость демоном, ведет себя слишком реалистично. Несмотря на всю кровь и увечья, жанр ужасов довольно пуританский, когда дело касается секса. В конце концов, если вы окажетесь в постели с убийцей, вы, вероятно, вскоре наткнетесь на острый край его мачете. Кинорежиссер Дэвид Роберт Митчелл, однако, хотел не спровергнуть этот старый стереотип, поэтому он написал сценарий и снял Оно – атмосферный фильм ужасов о девушке с наихудшим ЗППП. Переспав с новым парнем в первый раз, Джей Хайт узнает, что у нее было не просто сексуальное свидание. Она получила проклятие в виде существа, изменяющего форму, которое может видеть только она. Безымянное Оно будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь, пока не настигнет ее окончательно. Единственный способ, которым Джей может избавиться от него, это переспать с кем-нибудь другим и передать проклятие. Оно никогда не говорит ни слова и всегда очень медленно передвигается. Оно продолжает идти и никогда не останавливается. И именно это делает его таким устрашающим. У большинства великих злодеев ужасов есть какая-то история происхождения. Фредди Крюгер был детоубийцей, сожженным мстительными родителями своих жертв. Майкл Майерс был маленьким мальчиком-психопатом, запертым в психбольнице. Ксеноморф имеет какое-то отношение к Прометею. Но оно не имеет происхождения. Появившийся в одноименном романе Стивена Кинга и его последующих киноадаптациях Монстр представляет собой темного злого духа, старого и загадочного, как вселенная. Это существо, которое всегда существовало, устрашая своих жертв перед тем, как радостно сожрать их плоть. Он может принимать вид того, чего вы больше всего боитесь. Однако наиболее известен он в форме танцующего клоуна Пеннивайза. Пеннивайз на протяжении веков преследовал город Дерри и развил особое пристрастие к маленьким детям. В результате злое влияние Пеннивайза ощущается по всему Дерри, а взрослые стремятся закрывать глаза на ужасы, происходящие на их улицах. Еще хуже то, что Пеннивайз действительно наслаждается тем, что делает. Чем больше ты боишься, тем больше ему это нравится. И даже если вы объединитесь со всеми своими друзьями, чтобы прогнать его, демон Дерри просто ускользнет в канализацию и будет ждать второго раунда. Потому что, как бы вы ни старались, зло всегда возвращается. Существует вопрос, а что, если Бог действительно есть, и что, если Он ненавидит нас? Верите ли вы в высшее существо или нет, страшно подумать о всемогущей силе, которая постоянно пытается вас уничтожить. В конце концов, предполагается, что Бог любит нас. Но Мартин Ланг, однако, совсем невеликодушен. Мартин – злодей-подросток, которого играет Барри Кеоган в жутком фильме «Убийство священного оленя». Это фильм о человеке, попавшем под прицел разгневанного божества. Конечно, Стивен Мёрфи не является идеальным. Он хирург-алкоголик, который по неосторожности убил отца Мартина на операционном столе. Еще хуже то, что он отказывается брать на себя вину за свои ошибки или признавать какие-либо проступки. Чтобы справедливость Ветхого Завета восторжествовала, Мартин решает использовать свои необъяснимые силы, поразив семью Стивена чумой, которая включает паралич, голод и, в конечном итоге, смерть. Единственный способ для Стивена спасти свою семью – убить одного из её членов, чтобы успокоить Мартина. Расстраивает то, насколько серьезно Мартин относится ко всему этому делу. Он не хихикает и не улыбается. Он даже не считает себя злом. Он просто жаждет мести, как бы садистски это ни казалось. И он не остановится, пока Стивен не принесет жертву. Вы можете просить, вы можете кричать, вы можете молиться сколько угодно, но Мартин не сдвинется с места, пока вы, наконец, не нажмете на курок. Предполагается, что природа подвластна определенным законам, но законы, управляющие вселенной, не применяются в аннигиляции Алекса Гарланда, в частности, внутри Мерцания – таинственного электромагнитного поля, которое растет по всей южной части Соединенных Штатов. Мерцание впервые появляется после того, как таинственный космический объект врезается в маяк, и по мере расширения его границ он создает совершенно новые формы жизни, смешивая и измельчая ДНК существ, которые проходят через его сверхъестественные стены. Работая как своего рода склеиватель генов, Мерцание иногда создает красивые помеси. Однако чаще всего это приводит к созданию огромных чудищ, столь же опасных, сколь и устрашающих. Возьмем, к примеру, этого медведя-мутанта – ужасное, тошнотворное чудовище. Это существо должно быть покрыто мехом, однако оно сделано из обнаженной кости с человеческим черепом, прилегающим к голове. Еще хуже то, что это ужасающее существо может имитировать звуки своих жертв, поэтому, когда оно охотится на группу ученых, оно выкрикивает последние слова их злополучного друга. И, само собой, в момент вашей реакции медведь набрасывается на вас. Справиться с могущественным хищником сложно, но как насчет того, чтобы убежать от существа, извращенного природой? Безусловно, намного сложнее. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры создавал DimaTorzok